Вообще потрясающе! Вы знаете, вот хочу обратиться к тем, кто впервые пришел на мероприятие о рефлейнке, кто впервые пришли на большую мотивационную встречу. Вы знаете, сто процентов говорю, что это самая сильная, самая интересная, самая дорогая, самая крутая бизнес-встреча из всех, которые я видела в своей истории. Поэтому пора идти за себя! Вы знаете, действительно мы с вами начинаем, продолжаем еще один блок успеха, как стиль жизни. Наверное, я попрошу кликер, да, дадут мне кликер или нет? Если дадут кликер, то будут щелкнуть сама, нет, значит, тогда переключайте. Вы знаете, хотела поделиться с вами своим видением, своей историей прихода в рефлейнке. До регистрации в компании Reflame я была учителем. Была учителем по классу аккордеон. И с детства мечтала стать учителем, и с детства мечтала о сцене, с детства мечтала об успехе. И, наверное, хочу сказать такую фразу, что успех, он очень заразителен. Когда я маленькой девочкой пришла в музыкальную школу и увидела учительницу свою, я безумно в нее влюбилась. Она была такая добрая, она была такая интересная. Она на уроках меня учила не только играть на аккордеоне, она меня учила жизни, как там строить глазки мальчикам, как там сделать так, чтобы они тебе портфель донесли до дома. И вы знаете, я бежала в музыкальную школу, мне хотелось там прям быть, присутствовать. И буквально через месяц обучения я сказала, что я обязательно стану учительницей, учителем именно по классу аккордеона. Я к этому шла всю жизнь свою. И мне повезло, и мне удалось поработать в музыкальной школе. Я отработала там 10 лет, получила высшую категорию. Но когда появились свои дети, я сделала выбор и поняла, что мне как-то хочется больше своему ребенку времени уделять. Хочется показать ему мир не с экрана ютуба и не с экрана телевизора, а мир своими глазами. И вы знаете, какой парадокс? Мы сегодня говорим об успехе, мы сегодня говорим о сообществе. И я, проработав, да, и всю жизнь проведя в сообществе музыкантов, никогда не думала и никогда не предполагала, что я попаду в сообщество предпринимателей. Я и деньги, и еще какие-то там бизнес, да, это вообще были несовместимые понятия. И когда-то спонсор сказал, Наталья, ты начинаешь с нуля, сделай так, ты боишься слова бизнес? Сделай так, чтобы ровно через год тебе не стыдно было назвать то, что в твоей команде происходит бизнесом. И я очень благодарна Лене Корсуну именно за эти слова. И действительно, делая первые шаги, каждый каталог хотелось бросить, каждый каталог хотел, думаю, ой, это не мое, ой, наверное, баллов нет, ой, что-то никто не регистрирует, ой, что-то ничего не получается. Но у меня всегда стоял в глаза, в мыслях такой момент, что да, действительно, хочется сделать так, чтобы через год это не стыдно было назвать бизнесом. И если вы посмотрите на предыдущий слайд, то вы увидите аккордеон. И интересный парадокс, в сообществе музыкантов, проработав 10 лет в музыкальной школе, мой аккордеон покрылся вот таким слоем пыли. Я его не доставала, я им не пользовалась. Ну, в лучшем случае, там, дома, когда там соберется семья, скажешь, Наташ, ну сыграй, что ли, я там достал, поиграл и все. Ребят, за 15 лет в сообществе предпринимателей мой талант музыканта был востребован в разы больше, чем я в сообществе музыкантов этим талантом пользовалась. И вы знаете, я могу вам тысячу примеров рассказать, когда на 20, сколько там было, 10 тысяч человек, мегафорум, я со своей командой зажигала на аккордеоне, до сих пор люди подходят, говорят, Наташа, помнишь, что это ты на вояне играла? Это вы на вояне играли? Я после этой встречи там новое звание сделала, потому что мы рассказывали, как работать на холодном рынке, весело, интересно. А когда на бриллиантовой, на своей первой бриллиантовой конференции в Китае мы шли по необыкновенному очередному какому-то парку, который для нас компания сняла, И я вижу, идет китаец, видите, вот он с нами пляж, с аккордеоном, и играет какую-то китайскую хрень. И я говорю, помнишь, миган, иди сюда, мой френд, давай мне ваян. И я у него забрала аккордеон, как бы там дали габака, и циганочку, и все, и вы видите, и потом этот китаец за мной ходил, как бы, мэм, плиз, мэм, плиз. И я ему, пока я ему не научила, ой, мороз, мороз, буквально несколько нот, и вот он ходил, потом нам встречаются бриллиантов, говорят, вы видели, тут китайцы русские народные песни играют. И я говорю, так это я ему не учила, вы че. А вы знаете, а разве можно забыть ужин с господами-офьёкниками в крутом ресторане, где столики заказываются за полгода, и мы попали в этот ресторан, и нас представили как русскую делегацию, была еще делегация немцев, всего было человек 40 в этом ресторане. Я победила там в очередном конкурсе от Reflame, это была поездка в Швецию. И когда то же самое происходит чудесное, ну почему, понимаете, не на скрипке он вышел, не на волторне, выходит в этом ресторане мужчина с аккордеоном в руках и говорит, специально для русской организации мы сыграем Катюшу. Он сыграл вот так противно, он сыграл вот так, ну как швед, короче, сыграл Катюшу. Вот, и я сижу, у меня справа сидит Светлана Лисина, исполнительный директор, слева сидит Тарасенко, да, Людмила Тарасенко, исполнительный директор, и она у меня одна, вторая, говорит, Наташа, иди забери у меня, Курдион. Я говорю, не-не-не, вы что вы, тут такая публика, тут офлёкненькие сидят, и я, тут что это? Не-не-не, Наташа, иди забери, Курдион, что он позорит российскую делегацию? Я говорю, не-не-не, чтобы я еще в Швеции играла? Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы знаете, как вы думаете, я забрала? Нет! Однозначно, я так вот вытерла под, и вот таким трясущимся, я говорю, Please me, а языка не знаю, да, give me, I'm teaching music school, please. И вы знаете, да, вот сыграли на Курдионе в подмосковные вечера, и все встали, обнялись, и это играли, пели эту песню с нами вместе. Ребята, вот что такое. Вы знаете, действительно, вы сегодня делаете первые шаги в бизнесе. Страшно. Следующий слайд. У каждого есть зона комфорта. Я тоже начинала и думала, что каждый шаг, и это не получится. И вот это я не умею. Но, ребята, вы же тоже в своей жизни чего-то очень хорошо делали. И всего лишь нужно оставаться личностью. Личностью, которая развивает свои самые лучшие навыки. Личностью, которая развивает новые навыки. Личностью, которая будет интересна для других людей. Потому что, вы понимаете, здесь вот в бизнесе так, либо ты идешь вперед, да, как бы, либо ты идешь назад. Нет стагнации, нет, как бы, ну, на месте невозможно стоять. И задайте себе вопрос, если у вас не все так хорошо развивается, какие стороны своей жизни вы сейчас прокачиваете? Может быть, стоит подумать о том, какие навыки вам следует приобретать. Потому что, вот посмотрите, новое действие. Новое действие – это не только новую страничку в соцсети открыть, но и подумать, а чем эту страничку наполнить. Потому что следующий слайд. Если вы посмотрите, то эти новые навыки, да, вот это то, как вы будете развивать себя в других направлениях жизни, это все будет сказываться на развитии вашего бизнеса. Ну, казалось бы, ну, какая связь между автомобилем, да, моей мечты и бизнесом? Нет уж, лучше я вот там, чем я на права пойду учиться, лучше я там чего-нибудь поделаю. Ребята, на самом деле, я считаю, что один из моментов ключевых, почему я закрыла очередное звание, это то, что я села за руку. Я всегда говорила, я никогда не сяду. Вы что, если я сяду за руку, я все дорогу, все машины соберу. Я ехала на сиденье пассажира и держалась руками, двумя руками за ручку двери, потому что я боялась. Сегодня за моими плечами 600 тысяч проезженных километров, да, то есть я посчитала за 12 лет за рулем, да, то есть я уже права поменяла несколько раз. За 12 лет за рулем некоторые говорят, у меня права 20 лет. А сколько ты проехала? Я проехала, да, то есть вот я проехала более 600 тысяч километров, даже вот на последний Вольво уже у меня 210 тысяч. И вы знаете, интересный момент, я сейчас думаю, дай-ка я ее продам уже, уже пора. И отдала как бы немножко ее подшаманить. И когда мальчик вышел и говорит, да, вы знаете, что у вас эксклюзивная машина, я говорю, да ладно, у вас ручной сборки, у вас там движок стоит от этого, от вот этого, коробка для американцев сделана. В общем, у вас там все так, на таком уровне, что вы ее вообще лучше никогда не продавали. Таких машин нету на вашем уровне, как для вас шведы сделали эту машину. Как бы таких машин сейчас, не сейчас, не 5 лет назад в Россию не привозили. Я так думаю, нифига себе, какую мне машину подарили. Я на ней 5 лет летела, я не знала. Теперь уж жалко продавать на самом деле. Так вот, когда я села за руль, я стала чувствовать дорогу, я стала более мобильная, я стала больше делать дел, я стала лучше, ну скажем так, все больше успевать, да, и как бы фокус, и внимание, все развивается. Это тоже новые навыки. Я и спорт, ребят, я музыкант, я 10 лет в школе прогуливала физкультуру. Я вообще на нее не ходила никогда. И вдруг сын говорит, мама, нет, не пора. Он сказал, куда мы поедем на день и каникулы. Я все равно, да куда поедем? Да вы что, мам, я приду в школу, и у меня спросят, где ты был, а я скажу, что я в Чехове просидел все, все каникулы, а все там в горах. Мы тоже должны привезти фотографии с гор. Я говорю, ну отлично, я буду в СПА плавать, а ты будешь кататься на лыжах. Вы знаете, действительно, это заразительный успех. И, ну, как бы, когда видишь, что у других получается, встав на лыжи, посетив первый раз, вот мы были в Андорре, на этой черной горе, которая там необыкновенная, высокая, я опять думала о нашем бизнесе. Я почувствовала себя новичком, который пришел вот на такое мероприятие. Я всего боюсь. Это не мое. Я не предприниматель, да, я не спортсмен. Да я что, с этой горы съехал? Да никогда, да, или там я что-то добилась. Вы знаете, что получилось? Я стояла на этой горе и видела, как вот такие деточки скатываются, у них получается, как дедушки и бабушки скатываются, у них получается, да, как бы. И что я сказала? Дайте мне лыжи, я попробую. Чем я хуже? Ребят, наверняка многие из вас сегодня на БФБ, когда вы здесь присутствуете, посмотрите, и молодежь стоит, и разного возраста люди, да, и у нас тут, ну, разные представительства, разные национальности, и все успешные, все добиваются каких-то результатов, да, в зависимости от того, какие вы цели себе поставите. И, конечно, вот эта вот поездка на лыжах, она меня натолкнула еще на одну мысль о том, как ведет себя в этот момент, как мы ведем себя как спонсоры, потому что я бы никогда бы не скатилась с этой горы, если бы у меня не было рядом наставника, человек, который научил меня на этих лыжах кататься, который сказал мне, look me, да, как бы, relax. И я вот так присела в этих ботинках, look me, на него смотрела, как бы, да, и расслабилась, как бы, и вы знаете, когда мы скатились с этой горы, он мне говорит, посмотри, я оглядываюсь назад, и у меня мурашки вот такие побежали по спине, потому что я представить себе не могла, что я эту гору преодолею. У меня были слезы радости, и вот я всегда вспоминаю, как у нас новички. Ребят, доверяйте людям, которые пригласили, они в этом сообществе давно, они предприниматели, как правило, со стажем. Look me, что они делают, слушайте, что они говорят, и релакс, как бы, да, расслабьтесь и делайте то количество действий, которое нужно, и обязательно будет успех. Следующий слайд, пожалуйста. И мы говорим о том, чтобы развивать свой бренд, мы говорим о том, что развивать новые какие-то качества, и, конечно же, можно перечислять, я могу очень долго об этом рассказывать, но на самом деле Ари Флейм — это всегда больше, чем вы ожидаете. Я сказала, что музыкант, я стала автолюбителем, я стала спортсменом, а еще я когда-нибудь думала, что я тут стану писателем. Нет, конечно, но даже в этом Ари Флейм преуспел. Он просто сказал, что ничего не знаем, мы едем на 4 дня, мы вас там закроем, и мы пишем книгу. И вот за 4 дня у меня теперь дома лежит книга, с автором которой я являюсь. Мне очень ценно, я каждое слово действительно вспоминаю, как мы это писали. У меня такая была команда очень мощная, и с автографом Роберта Афьокника. И вот кто бы подумал, что я буду писателем. И на самом деле, смотрите, мы прокачиваем свой бренд. Каждый день. Вот сегодня вы в Эстете, ювелирный дом Эстет. Ребята, я так мечтала сюда попасть. Я видела, как другие компании, тренеры выкладывают отсюда шикарные фотографии. Сказали, блин, что мы-то не сделаем. Вот, пожалуйста, это я напридумывала, и вот тебе воплотилось. Видите, как все быстро. И шикарные, действительно, красивые мероприятия, красивое место. И мысль потерял, да, хотел сказать о том, что мы бренд прокачан. И те новички, которые сегодня попали, уже фотографируйтесь, уже выкладывайте в соцсети. Потому что посмотрите следующий слайд. Что мы делаем, да? Мы развиваемся. Сегодня жизнь заставляет нас прокачивать еще новые навыки. И когда мне говорят, ой, у меня там старый телефон, ой, я в компьютере ничего не соображаю, ой, вы меня научите. Да, ребят, методом математического тычка научиться может каждый. И когда мне 40-летние там или 30-летние женщины подходят и говорят, Наташ, ну научи. Наташ, ну научи. Слушайте, моей маме 67 лет. Три дня назад она мне звонит и говорит, Наташ, я сейчас пойду там подругу проведаю в больнице. А в этом городе не знаю, где больница находится. Ну, короче, я загуглила, в навигаторе себе выставила маршрут и пошла. В смартфон достала, мамочка, в 67 лет моя. И по смартфону пошла в навигаторе. И говорит, мне шагомер посчитал, что там что-то 4,5 километра. А шагомер другой мне там сказал, что 4 километра до больницы. Вы знаете, в 67 лет человек пользуется крутым смартфоном, всеми программами, все знает. Она и в Инстаграм, она и выкладывает посты, фотографии. Поэтому, ребят, не важно, сколько вам лет, можно развиваться. То есть саморазвитие, оно будет подталкивать и ваш бизнес, и ваши мозги. И будут люди к вам тянуться. Ну и последнее, конечно же, прокачивая свой бренд. Из ювелирного дома Эстет, из ваших мероприятий обязательно выкладывайте интересные фотографии. Люди захотят быть похожими на вас. Поверьте, за успешными людьми хочется идти вперед. За успешными людьми хочется двигаться. И вы знаете, когда мне говорят, Наташа, ты сейчас как рекрутируешь? Вы знаете, парадокс. Я рекрутирую, как обычно. То есть у меня есть люди из холодного рынка, и в офисе мы работаем, да, и, ну, скажем так, все методы, которые есть, я делаю, что я на промо-стойке не стою. А все остальное, как бы, мы все применяем. Но спустя 15 лет пребывания в сообществе предпринимателей, ко мне стали, скажем так, подтягиваться и проситься мои знакомые. Понимаете, вот мы в чат создаем, три человека в чате пишут, остальные смотрят. У кого так, да? Пять человек пишут, остальные смотрят. Ребята, вот поверьте, что за вашими соцсетями вы становитесь брендом с первой минуты, как только пришли в Арифлейм, да? И люди будут наблюдать. И кому-то на это понадобится 15 лет. Три года назад одна одноклассница мне написала, Наташа, перестань свое платье выкладывать. Ну, перестань свое платье выкладывать разное. Я думаю, какие платья вообще-то, я что, интернет-магазин, что, какие платья-то выкладываю? Я даже понять не могла. А люди смотрят на одном банкете, на другом банкете, на этом, да, и как бы изучают платье. А я ей отвечаю, говорю, вы знаете, я же не каких-то там войну или политику я выкладываю. Может быть, у кого-то появится мечта. Ребят, будут люди за вами наблюдать. Пусть ваши посты будут интересные. Обязательно двигайтесь, учитесь и не бойтесь этого. Ну и последняя, наверное, такая фраза, которую я хочу вам подарить. Сравнивайте себя сегодняшнего с собой вчерашним. Посмотрите, что вы преодолели. Потому что самое важное не то, что большое, до чего додумались или добились другие люди. А самое важное, то маленькое, то робкое, но то очень-очень полезное и важное, к чему пришел ты сам. Да, цените себя, цените себя как бренд, не важно, даже если вы несколько часов в компании Reflame. И присоединяйтесь к нашему сообществу предпринимателей. И сейчас на эту сцену я хочу вызвать людей, которые тоже стали предпринимателями. Я больше чем уверена, что они сделали первый шаг к прокачке своего бренда. Они сделали первый шаг к осознанию, что они предприниматели. Они в этом году, может быть, кто-то первый раз будет платить налоги. И я хочу на эту сцену пригласить новых директоров по итогу.